Я специально отметил, что Абакумов ненавидел зеленый цвет. Вот почему он, интересно, ненавидел. Трудно сказать. Ну, потому что он был противоестественный человек. Противоестественный? Здесь можем вдвоем рядышком идти вполне. Да. А что значит противоестественный? Противоестественный? Ну, противоприродный, жестокий злодей. Я думаю, что не он один этим свойством обладал. Такими людьми становятся или такими людьми рождаются? И то, и другое. У нас колоссальное значение имеют наши природные данные. Колоссальные. Но от нас самих и от обстоятельств зависят, в какую сторону они будут развиваться. Это всегда или есть какие-то обстоятельства, когда от человека все же не зависит? Я считаю, что всегда от человека многое зависит. Пусть не все, но очень многое. Ну, человек осознает, что вот он злодей или нет? Нет, не осознает. Нет, не осознает. Ни при каких обстоятельствах? Нет, не то же ни при каких. Конечно, кто-то уже крайний, крайнейших шекспировских злодеев осознают, допустим. Но нет, всегда оправдание у него. Вот, пожалуйста, скамеечка. Можем сесть и ходить. Не мокрое. А не хотите? У нас пара таких скамеечек будет подорвать. Можно, да. Можем сесть и ходить. Можем сесть и ходить. Можем сесть и ходить. Мы... На самом деле, мы во многом ответственны за развитие задатков, вложенного в нас. Во многом ответственны. И это рационалистическое воззрение, что среда виновата, как смеялся Достоевский, среда заела. Просто высмеивал. Это не оправдание. Ну что ж, я видел. Я же прошел через фронт, через лагерь, через раковый корпус. Везде условия были жестокие, тяжелые, неимоверные. Однако люди по-разному себя вели. Однако люди по-разному преодолевали. Я согласен, что если человек жесток, но рядом оказывается кто-то, кто добр, и эту жестокость не позволяет человеку в себе выращивать, то в жестоком человеке не развивается это качество. Хорошо, если окажется рядом такой добрый, но надо рассчитывать. Человеку нет оправдания в том, что около меня не оказалось такого, кто бы вытянул меня из ямы, кто бы мне подал руку. Это не оправдание человеку. Человек должен сам, сам разобраться в путях жизненных и в тех возможностях, которые ему от природы даны. Ну и потом, видите, человеку понять самого себя совсем непросто. Я должен вам сказать, что я с удивлением вижу, когда мне теперь досталось долголетие, я считаю, что с 80 лет это уже можно считать долголетие. По нашему несчастной России, так и 70 лет долголетия, ну, конечно, нет. А вот при долголетии появляются какие-то новые возможности и качества, которых мы можем сказать подробнее. Но вот одно из них, то, что человек еще и еще заново, продумывая свою жизнь, открывает в ней то, что на бегу жизни никогда не мог заметить и понять. Мы так часто, мы большую часть жизни действуем. А в действиях, действие противоречит спокойному пониманию. Чего бы то ни было, любых оттенков жизни. А вот отведенный такой старый возраст, некоторый простор душевный, добавочный, дает возможность это оценить. Поэтому мы не всегда правы, сурово оценивая людские поступки, от того, что недооцениваем. Они и сами не понимают, что делали. Они сами заблуждались. У них не было условий и времени, чтобы понять. Если это поступки чрезвычайно жестокие, я опять использую это слово. Я хочу понять, я хочу понять, почему, мне самому очень важно понять, почему меня это так беспокоит. Качество жестокосердия в человеке. Ведь как человеку должно быть, не знаю, приятно, благосленно совершать добрые-добрые поступки, идти на компромиссы, выслушивать, помогать. Не только. Человеку свойственно строить карьеру, человеку свойственно стремиться к успеху, человеку свойственно проявить себя и отличиться. У человека масса удовлетворить свои притязания, удовлетворить любовь. Это еще все не жестокость. Десятки направлений. Вы не сводите к одной жестокости. Это будет, ну как вам сказать, это будет плоская картина мира. Не надо к ней сводить. Жестокость и доброта. Это крайние полюса, но к ним сводить весь спектр не надо. Пойдемте. Не, все равно. Как вы говорите? До следующей скамейки. До следующей? Ну, пойдемте. Хорошая погодка, хорошая. Сейчас мы подойдем к месту, где ударила у нас молния в дерево, чего я никогда в жизни слышал, что-то бывает, но не видел. А вот у нас это было. Я об этом крохотку недавно написал, молния. У меня место, я это вам сейчас покажу. Очень жаль, что Валерий Николаевич, наш друг, распорядился для порядка остатки все спилить и уничтожить. А то была красота, ну, невероятная. Сейчас пишу на месте. Две красоты непостижимых – величие и совершенство. Вселенная и сам человек. Человек красив? Не то, что красив, он совершенен. То есть, он до такой степени совершенное существо, столько продумано в нем жизненных средств переживать все опасности, болезни. Это трудно просто представить. Человек, который в Бога не верит, тот просто не задумывался над тем, сам он что, недалеко ли нужно идти, продумать, только почитать немножко о функции любой нашей в жизни, как она устроена. Это поразительно. Разве мы живем, разве мы живем только тем, что вот едим и от этого, едим, пьем и от этого у нас энергия прибавляется? Нет. Почему мы так много убиваем друг друга, так стремимся к этому? Почему это, почему человек в вечной борьбе живет в каком-то... Если существуют миллиарды одинаковых существ, существ, то они неизбежно конкурируют, кто бы ни были. Кто бы ни были, всюду в животном мире так, всюду, и деревья друг друга душат, и деревья одни вырастают, а заглушают другие. И призывать ко всеобщему, ко всеобщему умиротворению, это вот, сейчас я вам расскажу. Вот здесь вот стояла колоссальнейшая липа. Вот видите, спиридная. Колоссальнейшая липа. И молния ударила прямо в нее и расколола на две части. Одна часть упала вот на те деревья, вторая часть повисла, здесь сутки стояла пространство. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...